Всем привет! Аук из Cold War во втором сезоне Warzone одна из самых распространенных пушек для ведения боя на средней и дальней дистанции. Это оружие способно уничтожить врага за две точные очереди. Какие же тактико-технические характеристики у этой пушки? Урон в тело 40, а главное, что этот урон распространяется на любые части тела противника. Не важно куда попадать, в пятку или в туловище. Вы нанесете 40 урона. Кроме головы, в голову из-за бонуса к урону Аук наносит 72 урона. И из-за того, что это бурстовое оружие, стрельба из этой пушки волей-неволей сама ведет к хедшоту. Например, если вы стреляете в тело, из-за отдачи несколько пуль так или иначе попадут в голову, что приводит к достаточно быстрому ТТК. У Ауга темп стрельбы 857 выстрелов в минуту, ниже, чем у бурстовой М-ки. Но за счет того, что задержка между очередями у Ауга ниже, всего лишь 220 миллисекунд. Это позволяет посылать последующие выстрелы у врага быстрее, чем если стрелять с М-16. Дальность стрельбы у Ауга близится к бесконечности. То есть наносить эти 40 урона в тело можно на любой дистанции без потери урона. При базовой скорости полета пули в 640 метров в секунду. Еще из плюсов у этой пушки скорость вскидывания оружия после бега. Она быстрее, чем у любой штурмовой винтовки. И наравне с пистолет-пулеметами. Всего лишь 133 миллисекунды. То есть вы можете стрелять моментально после спринта. Давайте же разберем отдельные модули, которые больше всего подойдут для этого оружия. Начнем с дула. Я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас лучший модуль на дула для пушек из Cold War это агентский глушитель. Этот глушитель не только скрывает вас на мини-карте, он еще и дает 20% увеличение к скорости полета пули и снижает вертикальную отдачу. Он открывается на 46 уровне оружия, но это стоит потраченного времени на прокачку. Другие модули на дула даже и рассматривать не стоит. Дальше идут модули на ствол. Стоит оговориться, что в последнем большом патче разработчики пофиксили модули и описание их к пушкам из Cold War. У Ауга все-таки остаются здесь неточности. Стат, который мы ищем, это скорость полета пули. И единственный аттачмент, который показывает, что он увеличивает скорость полета пули в категории ствол, это Cavalry Lancer или второй ствол в этой категории. Он добавляет 40% к скорости. Но есть еще один ствол, который также улучшает этот стат. И это Strike Team Barrel. Третий ствол в этой категории. Он дает прирост 50% к скорости полета пули. Хотя в описании это и не отражено. Strike Team Barrel не только дает нам увеличение скорости полета пули на 50%, но также и увеличивает скорость стрельбы и уменьшает задержку между очередями, что позволяет убивать врагов быстрее. Следующий важный модуль – это прицел. У базового Ауга есть встроенный прицел. Но у этого прицела есть блик, такой же, как вы видите, у снайперских винтовок. Так что лучше его заменить на прицел 2Х, либо 3Х. Или 4Х. Это уже остается на ваш выбор. Далее, наверное, самый важный модуль для этой винтовки – рукоятка. Так как у Ауга есть небольшая горизонтальная отдача, мы ищем модуль, который позволяет нам убрать эту лишнюю отдачу. Сюрприз-сюрприз, здесь нам не приходится долго выбирать, и мы останавливаемся на Field Agent Foregrip – рукоятке полевого агента. Предпоследнем модуле в этой категории. С этой рукояткой у нас будет самая кучная стрельба, так как этот аттачмент снижает как вертикальную, так и горизонтальную отдачу. И последний оставшийся у нас слот – это магазин. Тут надо смотреть, в каком режиме вы играете. Если в соло, то можно использовать и базовый магазин на 30 патронов. С ним вы получаете 10 бурстов, что должно хватить для того, чтобы слить одного врага. И вместо модуля на магазин можно использовать приклад. Например, приклад SASS. Он увеличивает скорость движения в прицеливании и помогает стрейфиться и уклоняться от пуль. А для сквад-режимов лучше всего использовать первый магазин на 45 патронов, так как он сбалансирован и позволяет достаточно долго вести огонь и не перезаряжаться в бою с несколькими противниками. А также он не снижает скорость прицеливания, как остальные магазины, от слова совсем. Какие же статы мы получаем при этой сборке? Во-первых, скорость полета пули у нас становится 1100 метров в секунду. Это означает, что стрелять перед противником до 100 метров не надо и позволяет пулям попадать, когда перекрестие прицела находится точно на противнике. Скорость прицеливания с 3Х – забавный факт. 350 миллисекунд – это ниже, чем скорость прицеливания со стандартной оптикой. И это при всех обвесах на этой пушке. ТТК во врага с трейной пластинами при такой сборке 715 миллисекунд. Но если добавить один хедшот, ТТК снижается до 517 миллисекунд, что очень и очень неплохо. Эта пушка все больше набирает популярность в варзоне. И не зря с такими статами она выглядит как разумный выбор для любого бойца. А что вы думаете по поводу Ауга в варзоне? Нужно ли его нерфить или и так сойдет? Напишите об этом в комментариях. Увидимся!